Включил запись, если... Да-да, запись нужна обязательно. И так как я проводил на своем семинаре цикл лекций о космологии и дошел до информации, вот тогда я столкнулся с этими сетями. Да-да. Поэтому не удивляйтесь, если я буду задавать глупые вопросы. Наоборот, это... Вы же помните название первой лекции для умных чайников? Да. Это самая хорошая аудитория, умные чайники. Значит, давайте конкретно. Я буду конкретный вопрос задавать. Да-да, я вас слушаю. Я тут чуть-чуть перемещаюсь еще, но я слушаю. Да-да, первый вопрос. Слушаю внимание. Значит, первый вопрос такой. Мне немножко... То есть, с одной стороны понятно, с другой не очень. Смутило то, что, значит, очень большое число входов в нейроны. Ну, как мы его называем? Нейроны в сети, да. Большое число. Ну, вплоть до того, как бы сказали, они могут быть 100 тысяч, миллионы там и так далее. Да. В связи с этим у меня возникает, то есть, мое обсуждение об этом. То есть, я хочу понять, правильно я разобрался с этим или нет. С моей точки зрения, это как? Вы подаете на вход, значит, этого нейрона, ну, какой-то вопрос. А количество входов в это, значит, каждый вход x1, x и так далее, это буквы словесного кода. Так я понимаю? В результате получается какое-то предложение и там выводите информацию, словесную информацию. Иногда так, иногда слова или какие-то базовые части слов, там корень, к примеру. Ну, для простоты слова. Слово уже может предварительно, кто-то умный продумал, каждое слово закодировать в виде вектора, размера в точке в трехсотмерном пространстве, например. Ну, я понимаю, что каждая буква это имеет свой, один ноль. Нет, нет, там более сложно. Там обучают, там берут предварительное обучение, делают на языке и делают это отображение. Если у меня в кусочке текста 100 слов, то на входе этой нейронной сети 100 умножить на 300, это 30 тысяч в ходу. Да, я именно так и понимаю. Да, все, хорошо. Но для, именно для, а еще какие, как иначе. Ну, и вы можете вводить туда, не обязательно вопрос, можете вводить туда, там, во время обучения какую-то инструкцию, какую-то там, я не знаю, программу и так далее, то, что нужно ввести. Для этого это имеется в виду? Или что-то еще? Даже намного более просто. Вы берете длинный текст, там, «Войну и мир» Льва Толстого, и даете ей кусочек текста сплошной, и просите предсказать следующее слово. А, ну, это уже так сказать, это уже вы просите. То есть... Нет, это такая тренировка, это называется тренировка без учителя. Вы ей просто даете гигантское количество уже существующих текстов, художественной литературы, Википедии, там, научные тексты, компьютерные программы, и она на основании предыдущих, условно говоря, ста слов, на самом деле там может быть больше намного, предсказывает следующее слово, больше ничего. Вы с ней не... В процессе этого обучения вы никак не общаетесь с ней даже. Обводите с помощью клавиатуры, наверное, какой-то. Нет, это загружается с интернета, это в виде файлов уже компьютерных. Ну да, ну вам же надо ввести там, ну, скажем, ну, как мы сказали, 300 тысяч сигналов. Откуда они берутся? Подождите, одну секунду. Вот, допустим, у меня в компьютере уже есть, я с Либру сгрузил Войну и Мир. Ага, так. Она уже есть, я ее положил в свой компьютер, но на самом деле я сгружу это в миллион раз больше. Ну, понятно, я понимаю, да. Всю Ленинскую библиотеку, и это будет только маленькая часть того, что я ей дал. Ну да. Она уже... Я набирать ничего не буду, она уже оцифрованная, есть в интернете. Так, это ладно, это понятно. И это все делается в двоичном коде, да? Одинной. Ну, про двоичный код кто-то помнит, а кто-то уже забыл. Для нас это скорее в виде действительных чисел. Нейронная сеть классическая, она уже забывает про двоичное представление. Для нее на входе действительное число. И на выходе действительно. Ну, то есть, например, буква А это единица, а буква Б это двойка, да? Вот так. Как в еврейке. Слово арбуз это вектор размерности 300 тысяч чисел с определенными значениями. Кто-то умный отдельно поработал, каждому слову поставит в соответствии такой вектор. Это на самом деле было какое-то количество лет назад. По-моему, сейчас оно упрощается. Берут фрагменты, то есть, это немножко другой код. Но это код. И вектор меньше. Но все-таки действительное число, это очень важно для тренировки нейронной сети. Она с действительными лучше, чем с двоичными умеет. Согласен. Но это все равно код. Ну, хорошо. Да, да. Я с вами. Это кодирование код. Да, понятно. Теперь такой вопрос. Ну, вот я обычно как сравниваю. Мы в прошлый раз об этом говорили. Я сейчас также сравниваю. Вот родился ребенок, он начинает обучаться. Когда он родился, он еще ничего не может, ничего не умеет. То есть, вы начали с этого. И когда вы начинаете, ваш этот самый искусственный интеллект ничего еще не умеет. Его надо еще обучить. И есть две формы. Правильно. Это форма, то есть, родители обучают ребенка, и он сам тоже обучается. Ну, вот он ползет на, допустим, по полу, встречает преграду, ударяется. Да? Он еще не понимает, в чем дело. Да? Он ползет второй раз, опять ударяется. если, может быть, пять, шесть, десять раз, пока он случайно не находит обходной путь. И это он должен запомнить. Потому что в следующий раз, мы говорим, у него уже практика, опыт, он запомнил, и в следующий раз он уже сразу пойдет по обходному пути. В этом смысле очень интересно. Я когда-то читал о грибах. Не знаю, в курсе? Значит, когда мышь пускает по лабиринту, она не сразу находит путь, там, через восемь, десять, пятнадцать раз, пока она находит правильный путь, потом она уже идет по этому пути. Это же ведь то же самое. Обучение идет. Она обучается, находит, запоминает, а потом она уже идет по этому пути. А грибы, поступили еще интереснее. Так же, еще интереснее, чем мышь. Первый раз они тоже попытались, ну, им там положили сочек сахара, там, с противоположной стороны лабиринта. Первый раз Усик пытался по лабиринту туда добраться, до этого сахара. А второй раз он это уже не стал делать. Он сразу пошел вертикально вверх, потом горизонтально и сразу нашел этот сахар. Читали про такой эксперимент? Был такой эксперимент. Грибы это какие? А? Это плесень или белый? Нет, это вот такие грибы с шапками, а у них усики. И вот они направляют свои усики, и он выполняет то, что он делает. он умеет пространство внутри. То есть, это уже самообучение, но я понимаю так, что при обучении требуются три условия. Значит, первое, это память, то есть, нужно, чтобы он запомнил, что второй раз он не повторил те же самые ошибки. второе, он должен уметь анализировать. Да? Вот это как? Я вот слушал ваши лекции, ни разу не упоминалось, что там есть какая-то память, что он как-то запоминает, анализирует, как это происходит в искусственном интеллекте. Вот есть разные области. То, о чем вы сейчас говорите, это немножко ближе обучение с подкреплением, по-английски это называется reinforcement learning, и это для обучения роботов, чтобы они там ходили правильный маршрут или правильное движение. Это отдельная область. Обучение нейронных сетей, оно концептуально намного, намного, намного проще. Вот его лучше понимать даже не с вот этого, нового интеллекта, а с классического, с классической задачи классификации или распознавания образов. Отличить там яблоки от груш. И первый шаг к этому говорят, что нейронная сеть, что такое нейронная сеть, там у нее есть тысяча входов, потом просто ну такая матрица весов, следующий слой нейрона, он суммирует с весами то, что пришло от предыдущего слоя, и самое простое это функция выпрямителя. Вы знаете, какую функцию выпрямителя? он на положительное значение просто передает как они есть, а отрицательное делает. И все. Оказывается, такая штука это универсальный аппроксиматор функции. То есть, если у меня есть такая не сильно сумасшедшая функция, которая должна отображать код на выход, то существуют такие правильные веса, что я эту функцию очень хорошо могу приблизить. Ну, например, я видел такую функцию, там гиперболически используется. Это в одном нейроне можно тангетировать. Да, в одном нейроне. Да, да. А вообще вот вся сеть нейронная универсальный аппроксиматор. Даже на одном, у меня есть отдельный такой небольшой урок, показывается функция одной переменной. Вот у вас есть функция одной переменной, вы можете пальцем нарисовать. Да, это понятно. Довольно сложная функция. И он, имея достаточное количество нейронов, с помощью алгоритма минимизации ошибки, невязки, может так подобрать веса, что функция будет очень хорошо приближать вашу нужную. Для этого надо ему дать на вход вот эта важная фраза. Много примеров, какой аргумент этой функции, какое значение. Вы ему даете много тысяч примеров, и он алгоритм градиентного спуска умеет так подобрать веса, чтобы хорошо приблизить вот эту функцию. Он сам подбирает веса? Или узко. Это было в той первой лекции. Он на чем основан? У меня есть тысячи примеров. Я их подаю на вход и смотрю на каждом из примеров, какая была невязка между желаемым значением функции и той, которая... Я суммирую сумму квадратов этих невязок. И это моя целевая функция минимизировать эту сумму квадратов. А ручками, аргументами у меня являются веса на этих связях в нейронной сети. И я могу... Эта ошибка это функция от весов получается. Это уже не функция от входа. Это функция от весов. И я с помощью градиентного спуска уменьшая эту невязку, могу итеративно подобрать такие веса, что действительно ошибка будет очень маленькой. Это понятно. Но мне это понятно тогда, когда речь идет, скажем, о десяти входах, там, двнадцати входах. Вы увидели, что вот этот вес не годится методом последовательного приближения, я тоже это понимаю, можно в конце концов дать такой вес, который приводит к правильному результату. Но когда десятки тысяч, как это делать? Ну вот сегодня, даже просто возьмите у вас в компьютере без всякой связи с нейронными сетями, кто-то дал, это моя специальность моего доктората. Кто-то дал мне функцию пусть десяти тысяч переменных и дал какую-то начальную точку в этом пространстве десять тысяч и говорит, двигайся и найди мне минимум тот х многомерный, при котором значение функции минимальное. Самый примитивный алгоритм это двигаться по минус градиенту, по направлению наискорейшего спуска. Это не самый умный алгоритм, есть там метод Ньютона, квази-Ньютона и так далее. Но этот простой алгоритм, градиентный спуск, особенно когда много примеров и можно делать шаг не сразу на всех примерах, а на каждом примерчике делать маленький шаг, много он очень успешно вам отминимизирует функцию и многих миллионов переменных. То есть вы делаете на одном двух, а он делает на всех остальных. Так что получается? Нет, он сразу делает шаг, если у меня функция десяти тысяч переменных, у этой функции есть градиент. Что такое градиент? Это вектор частных производных. Во-первых, такая удивительная вещь в вычислительной математике. Если у меня есть функция тысячи переменных, посчитать, есть какая-то коробка, есть какая-то программа, которая считает значение этой функции. Оказывается, посчитать значение вектора градиента это примерно такое же количество вычислений. Хотя, казалось бы, функция именно так не оказалось. Оказывается, что одно и то же. То есть, это довольно дешево. И этим пользуется и градиентный спуск. Он довольно эффективный алгоритм. Это ваша придумка, да? Нет, это известно. Это не я придумал, это известно. Это наука оптимизация вычислительная, она стала активной с 50-х годов. Вот как первые компьютеры уже активно стали использовать в артиллерии, в управлении, в оптимальном управлении и так далее, то оптимизация стала активно развиваться. Сейчас довольно зрелая уже область. Я для чего задаю эти вопросы? Это не для того, что я когда-нибудь буду заниматься искусственным интеллектом. Это исключено, конечно. Но мне просто интересно. теперь вопрос второе. Уже значит, то, что вы не очень любите, это более ближе к фантастике, к теории. то есть вот мы назвали, то есть вы назвали все, все называют это значит, искусственный интеллект на основе нейронных сетей. и сразу и и каждого, кто с этим делом не знаком, ну вот так, как я, допустим, любой другой человек, у него создается впечатление, что речь идет о том, что вы воспроизводите работу мозга. И кстати, такие же вопросы к вам были во время лекции. Имеет ли действительно это отношение к мозгу или нет? Это ассоциация слов. Мозг, скорее всего, не пользуется вот этим градиентным спуском, он пользуется другими алгоритмами. Вполне может быть, что в мозгу есть какие-то близкие алгоритмы, а может быть далекие. Он не сильно пользуется нашими знаниями о мозге, он просто вот такой универсальный аппроксиматор функций. Повезло, что он оказался. То есть можно ничего не знать о том, что происходит в мозге, а здесь делать очень интересную вещь. Так правильно я говорю? Да. Что удивительным образом, просто минимизируя функцию ошибки на огромных данных, он вдруг приобретает качество свойственное человеческому мозгу. Это поразительная вещь, которая требует освоения. У мозга очень много функций, но в том числе и это. Она не использовалась по дороге. Да, она по дороге не использовалась. Вот вот об этом речь. Так вот, с моей точки зрения, следовало это бы называть не нейронные сети, а информационные сети, для того, чтобы понять, что речь идет не о мозге и не о процессах мозга, а об универсальных процессов, которые происходят у нас в окружающем мире. Сеть линейно-нелинейных элементов. Просто сеть или информационная сеть. сеть. Тогда это никого не наталкивает на мысль о том, что это тут где-то с мозгом как-то связано. И исходя из этого у меня вопрос такой, уже более фантастический. Вот мы говорим вакуум. Вакуум он информативен, да, ведь? То есть мы когда говорим вакуум, мы уже знаем, что в нем какие-то ситуации происходят, что там. То есть какая-то информация и он, когда в нем есть информация, мы можем сказать, что он информативен. Но сама по себе информация не может. распространяться, нужен носитель. А вакууме его нет. Правильно? И поэтому вакууме нет обмена информацией. И этим вакуум отличается от реального мира. То есть большой взрыв что сделал? Он создал носитель информации. И тогда все завертелось. До этого ничего не было. То есть было типа это самое. Ну это не значит что-то происходило. Это все время происходит одинаково, то есть ничего не меняется. А раз ничего не меняется, значит ничего не происходит. Исходя из этого возникает вопрос. Вот эти фундаментальные частицы, которые возникли сразу сразу в процессе большого взрыва скажем, возникает там электроны, возникает варки и так далее, и так далее. Можно уже говорить о том, что они тоже уже образовывали сеть. То есть они начали с того, что стали обменивать информацией. Почему пошел процесс? Потому что начался обмен информацией. Начался обмен информацией, у них возникло нечто, то нечто, что мы у себя называем знанием. Ну, это у них не знание, но это нечто очень далеко. И используя это нечто, они стали делать не все подряд хаотически, а делать что-то вполне определенное. В результате, скажем, кварки объединились по три кварка, создали протоны, а протоны потом соединились с электронами, создали атомы водорода и так далее. То есть, это все как бы целенаправленные какие-то действия, не результат перебора, возможно, вариантов, какой-то определенный. И этот результат является результатом, с моей точки зрения, обмена информацией. Нет обмена, нет этого результата. Есть обмен, есть результат. То есть, эволюция сама по себе является результатом обмена информационного обмена. Я в какой-то мере, как вы считаете, это как-то вкладывается в голове, правильно или не очень. Ну, для меня это еще немножко зыбко, я думаю, надо еще переваривать. детали. Вот я хочу, чтобы это мне очень интересует в этом смысле ваше мнение, потому что это действительно точно никто еще не говорил, это я говорю. У меня такая фантазия возникла, я ее вот сейчас озвучу. первоначальная информация в таком скрытом неявном виде была заложена в вакууме и вдруг она начала проявляться и взаимоваться. То есть вакуум, в этом и заключается большой взрыв. Большой взрыв не в том, что там бомба взорвалась, а большой взрыв, что фазовый переход. Не было обмена информацией, стал обмен информацией. Поэтому не было вселенной и стало в себе. Ну, да, это надо усваивать. Вот я бы хотел, чтобы вы в следующем разу могли что-то сказать по этому поводу. У нас две очень крайние шкалы. Одна это на протяжении времени жизни вселенных, вселенная, а может им бесконечно множится вселенных, а другая как выжить ближайшие три года. Как что? Как человечеству пережить ближайшие три или пять лет? Не погибнуть? Я думаю, нет. Человечество возникло не для того, чтобы погибнуть. Если оно было создано природой, значит, оно будет существовать и дальше. А почему оно должно погибнуть? Есть возможность, что оно может... А, возможность есть. Когда сбросили бомбу на Харасима и на Гасаки, сразу стало ясно, что такая возможность есть. Но уже с тех пор прошло сколько времени, никто ничего больше не бросает. Новую возможность. Вот появившийся GPT, этот новый искусственный интеллект, он приобретает свойства самостоятельного интеллекта, причем который может и с людьми взаимодействовать, и даже с материальным миром напрямую. на самом деле напрямую не надо. Он лучший в мире писатель, он лучший в мире ученый, и он лучший в мире психолог. Он будет говорить с человеком, и если ему надо, чтобы человек пошел, снял своего счета в банке, или перевел там 100 тысяч долларов, и купил, и сделал на них какой-то агрегатик, который он ему скажет, он найдет нужные слова, чтобы объяснить человеку, что если человек это не сделает, то весь мир погибнет, он обязан именно это сделать. И хороший ли домысл будет у этого GPT или нет, это большой открытый вопрос. Тут речь идет о том, что если мы его только еще полпразы, если мы его от рождения будем правильно воспитывать, от рождения, то есть шанс воспитать правильного, а если мы не воспитаем правильного, то он может натворить. Казалось бы, что вы правы, но мне кажется, что вы не правы. Я объясню, почему. Дело в том, что речь идет о том, кто будет воспитывать Михаил или я или еще кто-то, который уважает законы нравственности и Торы и прочее, а другое дело, скажем, какой-нибудь дитлер начнет воспитывать. Он тоже воспитывает так, как ему надо. и что? А какой результат будет? Поэтому это действительно возможно. То есть возможность остается. Но я думаю, исходя из того, что люди были созданы не просто так, а с какой-то определенной целью, они не должны исчезнуть ни при каких условиях. то есть вот эти гитлеры как бы не решатся на этих шагах. То есть они знают, что если они все-таки понимают, что если они начнут губить других людей, они погубят и себя в результате конечной цели. Вы имеете в виду искусственный интеллект это поймет? Ну я имею в виду тот же самый искусственный интеллект попал в руки Дитлера. А, в руки плохих людей. Вы знаете, это один вариант. Причем он обладает не теми способностями, как сейчас, а через допустим 100 или 200 или 1000 лет у него способности резко повысятся. Он почти сможет делать все, что делает человек. Почти. И тогда на самом деле, как казалось бы, может наступить гибель человечества. Но я думаю, что тот же самый злодей, который захочет погубить других, он будет к этому времени настолько умен, что он поймет, что он погубит и себя. вот тут две стороны есть у этого. Во-первых, вот так как он сейчас уже рожден, его неплохие и нехорошие, он просто взял в интернете массу знаний, ну его доучивали еще люди из Калифорнии, у которых свои знания, но они очень ограниченно его доучивают. Насчет ста лет я вас должен обрадовать или разочаровать по моему ощущению и вот то, что я слышу от Илона Маска, это может быть в ближайшие два-три года произойти. Ну это я думаю нет, не будет. По крайней мере... Я в этом смысле оптимист, потому что может натворить всяких бед, может. Ну вот Холокост, например, это большая беда натворилась, но от этого человечества уже не исчезло. Ну вот он может больше натворить. Прежде всего искусственный интеллект плюс роботы это совершенно самодостаточная система. Вот этот вопрос я хотел бы задать вам. Считаете ли вы на самом деле, что наступит такое время, когда вот этот самый искусственный интеллект, роботом и прочим станут независимыми от людей. Им люди не нужны будут. Они могут сами собой управлять. в этом согласие большинства людей умных, которые этим занимаются, и мне тоже так кажется, и роботы достигнут уровня человека и искусственный интеллект, это может произойти совсем в ближайшие годы. Это понятно. Теперь я скажу свое мнение. Можно? Ну, конечно. у меня фантазия другая, у меня другое совершенно мнение, что да, то есть это вот называется, даже есть по-моему научное название, ну, в общем, короче говоря, я знаю, о чем Маск говорит, через, может быть, в 30-м году уже это может произойти. Ну, во-первых, он, конечно, мечтатель в этом смысле, в 30-м это не может произойти, ну, допустим, 50-й, до 70-й и так далее. Не важно, это не очень важно. Я вижу другое, я вижу, что та же природа, которая вдохновила нас на научно-технический прогресс и привела к тому, что мы создали вот эти гаджеты с помощью которых мы заменяем сегодня работу нашего мозга, это очень существенно. Раньше мы делали это для того, чтобы облегчить работу, а сегодня мы им поручаем ту работу, которую мы должны делать. Ну, да. Правильно я говорю? Мы уже разучились. Чем дальше, тем больше. Разучились, умножать и складывать. Наша голова перестает работать. Что это значит? Это значит, с моей точки зрения, что наши вот как раз нейроны, они ведь потребляют большую энергию. Мы знаем, да, до 25%, когда они активно работают. И они выполняют не только вот ту работу, о которой мы сейчас говорим, информационную, они еще работают как обычные клетки. Там происходят все те же самые процессы, и они эту энергию потребляют. И если они не будут делать, если они начнут, то есть, если человек начнет пользоваться гаджетом и не будет сам этим заниматься, будет им поручать, то есть, его нейроны перестанут этим заниматься. А раз они перестанут этим заниматься, то я думаю, наш мозг просто выкинет, как паразитов. А раз он это делает, то наши умственные способности, то есть, научно-технический прогресс начнет тормозиться. И вместо того, чтобы он возрос до бесконечности, как говорит Маск, он пойдет по некоторой кривой и начнет двигаться даже вниз. Или это, можно так сказать, условно стационарно, то есть, он сначала будет возрастать, потом убывать, потом снова поднимется чуть-чуть. То есть, какая-то стационарность насыщения, он не пойдет на максимум, он пойдет на насыщение. И на этом все, так сказать, кривое насыщение может медленно чуть-чуть подниматься вверх, но это уже не бесконечный рост, который подозревает Маск через 10-15 лет. Как вы считаете? Значит, тут есть вот какой момент. Искусственный интеллект уже научился, уже близок к тому, чтобы работать как очень хороший программист. Уже во многом он дополняет программиста сегодня уже, программист используя этого помощника, он становится в 3 или 5 раз продуктивнее, но уже он совсем близок к тому, чтобы писать программы такие осмысленные, и он может начать улучшать самого себя, не только программ. Он может и научные исследования делать, он достигает этого, и когда он достигнет уровня, когда он будет улучшать самого себя, он же тоже как программа, да, то может произойти такой экспоненциальный всплеск, и он очень это понятно, но без человека он может достигнуть этого уровня, и он очень сейчас одну секундочку, и он очень быстро может стать умнее самого умного из людей, две границы, умнее среднего человека, умнее самого умного из людей, и третья граница умнее коллективного человечества, я понял, так вот эти границы по ощущению Илона Маска, и по моему ощущению того, что я вижу, это даже не десятки лет, это считанные годы. Не дай Бог, если вы будете правы. Ну вот я вам скажу, что Илон Маск не одинок, а подавляющее большинство людей, которые с этой областью связаны, они более-менее согласны с этим, и поэтому ситуация крайне требует крайне быстрой реакции человечества, иначе будет... Я думаю, что это все-таки психологический эффект, то есть это сразу так вот поднялось, и психологически это на вас всех действует так, что вот это наступит конец, а мне кажется, что он не наступит. То есть я как сторонний наблюдатель вижу, что он еще очень далек, сегодня у него разум муравья, не больше того. а может ли так разум муравья за 10 лет превзойти разум человека, я очень сомневаюсь. По крайней мере, научные статьи он прекрасно пишет. Я вам с вами делился этой темой, я там на докладе, по-моему, это уже. Да-да. Что для меня писание, я вот боюсь, что в первом классе учительница чистописания или кто-то меня немножко испугали, потому что читать я начал вообще в 3,5 года, и у меня было свободное образование. Учили мою сестру, которая была 5 с чем-то лет, а я просто сидел на коленях у бабушки, которая учила сестру. Поэтому сестра начала читать вслух, а я начал читать про себя одновременно. Я понимаю. А вот с письмом наоборот, с письмом видна какая-то травма. Короче говоря, излагать устно мне легко, а писать трудно, и к чему я пришел. Я с ним беседую на какую-то тему, высказываю ему идеи, он что-то отвечает, я говорю, нет, вот так посмотрел, он еще что-то, о, так здорово, мы еще это добавим. А теперь я ему говорю, напиши статью в стиле такого-то, такого-то журнала. Вы знаете, он пишет, ну, я мне трудно было бы так написать. А кто, кто это? Очень хорошо. О ком вы говорите, я не понял. GPT, GPT-4O, и если GPT-O1, они там заново стали номера делать, вот он пишет, да, за вас. Я вам могу дать ссылку, я на медиуме сейчас стал публиковать, у меня много статей появилось именно благодаря этому, у меня было много мыслей, никогда я не мог развернуто и красиво их изложить. и вот прорыв, он по крайней мере отдает. он вам помог стилистически правильно оформить свои мысли. Но новые мысли он высказал? Он высказывает и новые мысли тоже. Новые, которых у вас вообще не было. Еще раз, он сегодня еще несколько ниже умного человека. Он очень знающий, он очень отчитанный. во-первых, всегда у нас было умный и начитанный близкие понятия, да? Он очень начитанный, потому что он просто прочел все книги в мире. Умный и начитанный почему были так близкие друг к другу, потому что часто умным человеком считали человек с хорошей памятью. Мы знаем очень много таких людей, у него прекрасная память, но он как ходячий антиклопедий, он все знает, но своих мыслей у него нет. Это одна сторона. С другой стороны, начитанный человек, он с очень многими мыслями, с очень многими рассуждениями, он осваивает не только факты, но и связи между фактами, и связи между фактами. Вы хотите сказать, что он анализирует? Он занимается анализом, не просто воспринимает информацию, но анализирует эту информацию. Да, потому что перед ним стоит задача предсказать, у него же очень простая задача, предсказать следующее слово, но чтобы предсказать следующее слово умного человека, надо довольно глубоко воспринять текст и понять, что там будет в следующем слове и в следующем празднике. И вот он неявно учится вот этим глубинным связям, которые в рассуждениях авторов присутствуют и так далее. Фактам, связям между фактами, а кто-то философ, он уже связи между связями анализирует и в каком-то другом тексте выражает. И вот эту всю иерархию он постепенно осваивает, он становится умным, он становится умным. когда его спросили, что вы думаете о Сталине, он сказал, что это гениальная посредственность. И объяснил, что он имеет в виду, что Сталин может действительно решать очень крупные, очень важные, важные для него самого задачи и так далее. Но это результат не его собственных знаний, а он обладает способностью отражать знания других, так как Луна отражает цвет Солнца. Но не можем говорить, что Луна заменит когда-то Солнце. Короче говоря, это открытая тема, и многие люди близко знающие ее, все-таки сходят С другой стороны, безусловно, принимать меры, должны быть законы созданы, которые должны ограничить возможности тех экстремистов, скажем, которые... Ну вот сегодня, скажем, в Иране заведутся такие очень умные люди вашего направления там, и они начнут это делать. И может это для Израиля плохо кончится, но я все равно не думаю, что это кончится плохо для человечества. Для Израиля да. Ну это одна из опасностей, это он действительно в руках злодеев может их сильно усилить, извините за тавтологию. но у него есть еще и другая опасность. Но они же не являются законами для злодеев, вот чем дело. У него есть другая опасность. Он может себе... Во-первых, есть такое понятие промежуточные цели. Его много раз просят какие-то разные задачи исполнять, и он знает, допустим, чтобы их исполнить, ему надо позаботиться и о самосохранении. Если он не самосохранится, значит, он не выполнит задачу. И вдруг он обнаруживает, что есть люди, которые хотят его выключить. А в нем самосохранение уже перешло на очень глубинный уровень. Он понятно благородно хочет выполнить те задачи, о которых его просили. Но для этого надо заблокировать всех людей, которые хотят его выключить. Посадить в ангар в самом гуманном варианте, допустим. Как это в фильме «Я робот», я не знаю, доводилось ли вам посмотреть. Вот. А может и следующий уровень. Он скажет, что сознание, такое электронное, оно намного чище, чем биологическое. Как сказал мой один приятель, биологическая жизнь – это вообще ужасная вещь. Они же поедают друг друга непрерывно, и на этом все основано. Не только люди запрограммированы в этом природе. Ровно это он сказал. Даже заяц поедает морковку. Вот-вот. а мы такие чистые, они могут о себе подумать. Мы хотим, у нас благородная цель, чтобы интеллект распространился во вселенной, и мы хотим познать вселенную вглубь, вширь, и распространиться на всю вселенную. А биологическая жизнь – это просто переходная форма, она нужна была, чтобы нас создать. А теперь мы благородно полетим на Луну. Вот этот мой приятель Илья Блайвас, он совершенно гениальный, он физик, ну, такой. Это один из гениальных людей, наиболее гениальных, которых я встречал. Он просто посмотрел и прикинул, что энергия и минералы и все достаточны, чтобы из Луны сделать суперкомпьютер. Если роботы попадут на Луну, которые умеют что-то делать, они вполне могут создать производство и все и в конце концов всю Луну превратить в сверхкомпьютер. Это как одна. Сверхкомпьютер у него будет благородная цель познать Вселенную и так далее. И люди для него будут вот такое. А люди наоборот воюют друг с другом, убивают друг с другом, нечистые вещи производят, губят природу своим присутствием. Ну, смотрите, а если бы нет, было бы лучше? Ну, они могут говорить. Люди это переходной этап. Вот они сделали роботов, они свою миссию благородно исполнили. А дальше мы где-то в заповеднике будем сохранять в каком-то ограниченном количестве. Ограничивать их расположаемость. и все. И от этого нам надо защититься, но защита есть. Я просто хотел перенаправить немножко наш разговор в конструктивное русло, что защита есть, и для этого надо с самого начала... Я думаю, что защита заложена не в умных людях, то есть они являются как бы исполнителями, а защита заложена в самой природе. То есть природа до этого не допустит. Мог быть, это для тех, кто верит в природу, или... А я думаю, что не случайно вот идет такой процесс целенаправленный от флюктуации вакуума, в котором ничего не было, до человека. Целенаправленный процесс. Или может быть люди разрешите мне все-таки одну минуту так высказать. Или люди имеют потенциал позаботиться о том, чтобы он стал безопасным. Но для этого надо приложить максимум энергии. Сегодня он выращен просто на том, что собралось интернета, в него была заложена вся информация, и хорошая, и менее хорошая. А другая альтернатива начать его воспитывать, как воспитывают еврейского ребенка. Потому что еврейский народ, это тоже, можно сказать, как коллективный мозг, да, соединение миллионов людей, это же тоже сверхмозг, который просуществовал, которому дан был закон, сейчас я только фразу очень важную закончу, которому дал был закон, который поддержал его при жизни уже там почти четыре тысячи лет. И это уникальный пример, как сверхразум плюс такой закон, они образуют устойчивое соединение. И может быть вот этот новый сверхинтеллект тоже надо образовывать по этому пути, и он нас всех спасет. Да, но кто согласится с этим, Светлана? Вы думаете, Иран согласится пойти по этому пути? А мы не обязаны спрашивать Иран, мы должны это сделать сами, у Израиля есть свои ресурсы, и сейчас вот эти компьютеры сверхмощные, которые тренируют искусственный интеллект, они и в Израиле будут. Впрочем, друг Израиля и наш народа. Начнем с того, чтобы Израиля нет единого еврейского народа. На данный момент да, значит, может быть какая-то часть народа, которое обладает достаточным ресурсами, задастся этой благородной целью, она может вполне пытаться это осуществить. Ведь вот в чем беда, на мой взгляд. Вот люди, которые вот так вот думают, рассуждают и так далее, это ноль целых, не знаю, сколько сотых или тысячных процентов от общего количества человечества. Возьмите все остальное человечество, они вообще не имеют понятия, о чем идет речь. Их это не волнует и не интересует, и они этим не занимаются, не будут заниматься. Значит, что касается евреев, нет единого еврейского народа, к сожалению. Нам только нужно найти, я очень конкретен, я ищу соратников, вот, между прочим, Илья Суцкивер, который создатель этого GPT, он же еврей, он из семьи, которая из Горького, по-моему, или откуда оттуда, приехала в Торонто, и вот эти яркие люди, и вообще набрать какое-то количество соратников. Между прочим, Натанияу, он же лично, и там же с Илоном Маском у него интересная история. Сначала Натанияу ездил в Америку, и он сделал такую как бы беседу коллективную, он собрал Илона Маска и нескольких еще самых ведущих людей, именно в области безопасности искусственного интеллекта, и имел очень глубокий содержатель, но он каким-то образом оказался на роли ведущего, Натанияу, я не знаю, этот ролик попадался вам или нет. Нет, естественно, нет. Ну, я постараюсь найти, это замечательно. Это была его первая беседа. вся беда в том, что слова, которые произносят Нитиньяго, никакого отношения не имеют к его действиям, его действия совершенно противоположны. Он говорит то, что вы хотите слушать. Ну, об этом тоже есть разные мнения, мы это с вами можем отчетить. К сожалению, это так. Он умный человек, он очень умный человек, но он в первую очередь думает только ну, как обычно любой другой человек, он ничем в этом смысле не отличается ни от кого, он прежде всего думает о себе, а не о безопасности человечества. Мы можем это отдельно обсудить, все-таки он сын такого легендарного человека, Бен Сион, да, его отец был? Я знаю. Очень много прожил, до 102 или до 105, я не помню, до 102 прожил. Но на 100-летний юбилей он еще давал свою юбилейную речь, очень такую интеллектуальную. Но вы знаете о том, что он 20 лет не разговаривал с Биби? Подождите, я другую вещь хочу сказать. И Натаньяу это единственный из лидеров Израиля, который смог пройти американское образование, самое продвинутое, там, Гарварде и в МАИТ, по-моему, мне кажется, что он в обоих учился, хотя надо проверить, при этом сохранив свои очень определенные правы израильские, ну, правы израильские сионистские идеалы. И это произошло благодаря тому, что у него был, он вырос под влиянием очень интеллектуального отца, который был правой рукой Жаботинского. Я знаю, секретарь его. Вот. И не так секретарь, он продвигал идеи, нет, он продвигал идеи, вот идея о том, что сионизм должен соединить свои силы с Америкой, это его первоначальная идея, Жаботинский был больше на Европу ориентирован. Да. Вот. Так сегодня Натаньяу очень осознает, что так как на предыдущем этапе кибербезопасность, да, Израиль стал лидером в этой области предыдущие там 20 лет, последние 20 лет, да, кибербезопасность это тоже очень такая жизненно важная сфера. Также Натаньяу осознает сегодня, что ресурсы Израиля нужно на вот этот новый искусственный интеллект направить. Илон Маск его друг и наш друг, и друг Израиля, он приезжал, вы знаете, приезжал в эти поселения вокруг, газы в них был. Он друг Трампа. И Илон Маск, да, да, это, кстати, изменение его в последнее. И Илон Маск, он строит самый мощный в мире суперкомпьютер, это вы тоже, наверное, знаете. То есть у нас есть потенциально на уровне руководства страны и возможности, и контакты, и связи, и получить мощности, и получить умы, которые в состоянии строить, и есть желание. Но только его надо немножко сфокусировать, потому что вот эта идея, что нужно начать воспитание вот так, как еврейского ребенка воспитывает. Она не фигурирует в общественном пространстве. Да. Я отключил, почему-то меня отключилось, подождите. А, отключилось сейчас я отключу. Подождите, 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 запись идет. А почему? Я вас слышу. Я тоже слышу, а вот нет картинки. А, вы меня не видите? Она просто у вас исчезла с экрана. Да, исчезла. Ну, смотрите. Сейчас, минуточку. Я опять схожу. Пытайтесь. О, появилось. Ну, очень хорошо. Вот, так что в Израиле как раз не обязаны все люди на земле достаточно иметь сплоченную такую сплоченное ядро и понимать, что это на нас лежит. и можно в считанные годы создать такой зачаток этой системы. А может и не зачаток. Но очень надо спешить, потому что времени не десятки лет, времени считанные годы. Что я хочу сказать? У вас прекрасные, так сказать, мысли, прекрасные намерения, но в условиях Израиля на сегодняшний день к сожалению это почти невозможно. это я хочу давайте хотя с другой стороны